Ресурсирование остеопата через аватар наставника. Верить, что люди, предметы и явления обладают независимостью – большое заблуждение. Терапевтические трудности. Если вы остеопат и вы работаете, то вы сталкиваетесь с терапевтическими трудностями, которые могут относиться как к техническим трудностям, так и к внутренним личностным проблемам. Технические трудности. Если вы технически вооружены, то вы сталкиваетесь с личностными и техническими трудностями – коммуникативными, диагностическими, пальпаторными, собственно, трудностями техники или трудностями плана лечения. Особенно приятны в кавычках трудности вашей беспомощности в случае отсутствия видимых эффектов от лечения. Ведь когда пациент выздоравливает, то это вы его вылечили. А когда не выздоравливает, то это он что-то делал не так, не выполнял ваших рекомендаций. Если вы внутренне убеждены, что это не вы лечите человека, а природа, витальность или дыхание жизни, то в большей степени сталкиваетесь с трудностями внутреннего характера, потому что мощность, на которую вы уповаете, нехорошая и неплохая. Она проявляет то, что есть. Провокация добра. Бывало ли такое, что пациент раздражает вас как терапевта? Своими суждениями, поведением, запахом парфюмерии или просто внешним видом. Безапелляционное суждение, потребительское отношение к вам, проявление пренебрежения или недоверия могут оказаться неприятными. Аксессуар одежды, мелодия телефона или оборот речи пациента может вывести вас из равновесия, переместив воспоминания о чем-то неприятном или приятном, что одно и то же. Ведь эффект будет произведен. Вы выйдете из себя. Вы проявляете то, что в вас есть. Агрессию, страх, непринятие, отчуждение, гордыню, обиду или силу, любовь, доброту, принятие, мудрость в ответ на провокацию. Развивать себя можно бесконечно. А что же делать сегодня и сейчас, когда вы испытываете терапевтические трудности? Практические методы, способы и инструменты может дать моделирование состояния присутствия, потока, центрированность, осознание пространства и его ресурсирование, например, образами, аватарами. О пространстве. Пространство, в котором находятся терапевты, пациенты или терапевт, пациент, его родственники, в той или иной степени влияет на участников этого пространства. Если вы закроете глаза, то люди в этом пространстве, в кабинете, исчезнут? Нет. Они никуда не денутся и будут также продолжать влиять на вас и друг на друга. Издает ли шум падающее дерево в лесу, если рядом никого нет? Пространство, в котором вы работаете, ограничивается стенами кабинета только благодаря тому, что вы его ограничиваете этими стенами. В этом легко убедиться, если вспомнить, отвлекал ли вас шум перфоратора, это же он выше, когда вы работали в кабинете, или плач ребенка за стеной, или скрип тормозов за окном. Пространство, в котором вы работаете, ограничивается только вашим представлением о нем. Если вы согласны с этим утверждением, то вы можете подумать не только о шуме перфоратора, плача ребенка или скрипе тормозов, но и о вчерашнем штрафе, утреннем за своей канализацией, или вашем недоброжелателе, которого нет в пределах видимости. Все это отвлекает ваше внимание, возбуждает раздражительность или тревогу, и в результате съедает ресурсы и ослабляет вас. Об аватаре. Образ чего-либо, помещаемый в ваше пространство, может быть проявлен здесь, если вы позволите ему проявиться, или спровоцируете его проявление. Если вы испытываете терапевтические трудности, то можете допустить в ваше с пациентом пространство помощника, образ, аватар вашего наставника, или терапевта, способного в данной ситуации помочь вашему пациенту, или помочь вам в работе с пациентом. Самый банальный способ – это задать себе вопрос, что бы сделал доктор Х в этой ситуации. Под доктором Х, может быть кто угодно, от Гиппократа до вашего преподавателя из медучилища. Более продвинутый способ – это визуализация аватара терапевта, наставника, учителя, ментора, помощника. Просто вспомните человека, который мог бы по-вашему сейчас найти самое адекватное терапевтическое решение. Может быть это реальный человек, которого вы учились, или человек, которого уже нет в живых, но который обладал необходимой силой, знаниями или фундаментальностью в этом вопросе. Остеопатические аватары Аватары могут прийти сами, или быть выбраны вами по убеждениям. Например, Эндрю Тейлор Стилл, Уильям Гарднер Статтерленд, Джон Мартин Литтлджон, Роллин Беккер, Виола Фрайман, Джона Пледжер, Джим Джо Лоус, Фрэнсис Перелат, Ренза Малинари, Пьер Трико, кто угодно. Аватары могут быть из вашего профессионального окружения, коллеги, или ваши современники-преподаватели, любые другие люди, которые могут вам помочь. Техника ресурсирования через аватар. По шагам. Первое. Ощутите пространство кабинета. Второе. Ощутите связи вас и пространства. Третье. Расширьте и ощутите пространство. Четвертое. Позвольте проявиться аватару. Пятое. Ощутите связи вас, пациента и аватара. Шестое. Позвольте проявиться процессу. Седьмое. Поблагодарите участников процесса. Эффекты аватара. Аватар-терапевта, наставника, учителя, ментора, помощника – это визуальная или вербальная лингвистическая метафора, которую вы вводите в ваше пространство, что неминуемо влечет изменение всего, что находится в этом пространстве. На чем основано научное объяснение этого феномена? В основном на соматическом синтаксисе. Соматический синтаксис. Соматический синтаксис – это метод, разработанный Джуди Делазье и Робертом Дилсом, позволяющий использовать и углублять связь разума и тела. Соматический – сома-тело. Синтаксис – составление. Построение связи между психикой и телом. Основная идея соматического синтаксиса в том, что тело обладает информацией, что в тканях заложено знание. Соматический синтаксис применяет принципы вербальной лингвистики к кинестетическим выразительным средствам. Пример. Человек, научившийся писать рукой, может перенести навык на другую часть тела. Ногу или рот, которые способны удержать карандаш и сделать надпись. Структура букв, информация букв, образ букв закодирован не в руке и может проявиться в любой части тела. Соматический синтаксис возник под влиянием трансформационной грамматики Нуама Хомски, который высказал идею о том, что сенсорный и эмоциональный опыт глубинной структуры могут выражаться посредством поверхностных, лингвистических структур. Джон Гриндер, Ричард Бендлер развили идею Хомски и показали трансформации между глубокими и поверхностными структурами в виде изменений информации, искажений, опущений, обобщений, что может объяснить эффекты аватара. Соматический синтаксис. Продолжение следует... Соматический синтаксис.